МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главнее всего проспект Георгиевский, переулок Путейский, улица Пролетарская. Новые дороги красивые. В городе продолжается плановый ремонт дорожного покрытия. Куда еще заглянет грейдер? Семейный подряд на миллион. Следователи вернули в доход государства крупную сумму. Уклонились от уплаты в бюджет налогов. Что грозит за игры с законом? Вкусная рапсодия в Бобруйске пройдет гастрофестиваль Смакфест. Будут разыгрываться призы. Где и когда вкусить меню прошлых лет? А также пожелания и предложения, обязательные процедуры и жесткие меры. За грубые нарушения 41 частная организация была исключена из реестра переработчиков мясной продукции. За что? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко назначил начальника генерального штаба первого заместителя министра обороны. Ключевой пост в силовом ведомстве занял Павел Муравейко, ранее первый заместитель госсекретаря Совета безопасности. За долгие годы работы в вооруженных силах генерал-майор принимал участие в разработке планов обороны государства и оперативно-стратегических учений, в том числе по линии союзного государства. Президент четко обозначил главные тактические задачи. Я ведь внимательно наблюдаю за ситуацией не только в стране в целом, но и конкретно, особенно в этой обстановке, сложной, непростой обстановке, за теми вопросами, которые складываются в наших вооруженных силах и, прежде всего, в армии. И мне не безразлично, немаловажно, какие будут отношения в самом министерстве обороны. И от обоих, от вас зависит многое. Я думаю, Павел Михайлович, вы понимаете хорошо роль министра обороны в этой ситуации. Ну и министр обороны, я полагаю, четко представляет себе, что такое генеральный штаб. И вы знаете, я не терплю вранья, это бесполезно, рано или поздно все это всплывет. В Беларуси это невозможно, приукрасить обстановку, еще чего-то. Поэтому давайте нацелимся на то, что мы будем развивать вооруженные силы, так это мы делали до сих пор, изучая все, что происходит вокруг. Павел Муравейко отметил, одна из задач – разъяснительная работа. Беларусы должны понимать, за безопасность в том числе отвечают простые парни, которые служат в армии, патрулируют города, охраняют границу и ликвидируют пожары. Во Дворце независимости также обсудили работу Всебелорусского народного собрания. Президент поручил выстроить систему. Делегаты должны быть ближе к людям, на этом настаивает глава государства. Сделка с совестью. Раскрыты подробности расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налога в особо крупном размере. 67-летний бобручанин и двое его сыновей шесть лет обманывали государство. Незаконно занимались бизнесом по сдаче в аренду объектов коммерческой недвижимости. Сотрудники налоговой инспекции раскрыли преступную схему во время внеплановой проверки. Следователями установлено, что предприимчивые бизнесмены раздробили бизнес для получения налоговых льгот. Тем самым уклонились от уплаты в бюджет налогов. На имущество фигурантов наложен арест. Сумма более 19 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования обвиняемые полностью возместили ущерб. Большой выбор, тонкости собеседования и вопрос на рассмотрении. В республике продолжается публичное обсуждение документа о предпринимательской деятельности. В чем суть? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Банки республики начнут предоставлять в налоговую сведения о доходах белорусов. Речь о счетах, на которые за 12 месяцев поступило 150 и более тысяч рублей. Начисления будут учитываться за календарный год. При этом не будут включаться отмены платежей, возвраты, овердрафты. Информацию финансовые учреждения будут передавать в электронном виде через систему Нацбанка. В республике продолжается публичное обсуждение документа о предпринимательской деятельности. Продлится оно до 25 мая. От жителей Беларуси получено уже порядка 300 отзывов и предложений. Ранее, напомним, был опубликован проект по разрешенным видам бизнеса для ИП. Работать они могут в 15 отраслях. Среди них сельское хозяйство, обрабатывающее промышленность, строительство, транспорт и другие. По требованию Комитета госконтроля за грубое нарушение, 41 частная организация была исключена из реестра переработчиков мясной продукции. Также деятельность еще 12 производственных объектов приостановлена до полного устранения нарушений. В прошлом году специалистами проверено более 1100 торговых объектов. Свыше 500 получили рекомендации, 53 прекратили работу. Три новые специальности появятся в одном из топовых белорусских университетов. Подать документы можно на электронное машиностроение, киберфизические системы и цифровой маркетинг. Кроме того, по одной, не входящей в список, предлагается шестилетняя непрерывная подготовка в сфере микро-наноэлектроники, нанотехнологий и материалов в интересах инновационного развития республики. Такой подход позволяет получить не только квалификацию инженера, но и сразу степень магистра. Соискатели назвали топ-минусов онлайн-собеседования и в анкетировании приняли участие 1830 респондентов. Среди основных недостатков невозможность составить полную картину о работодателе, офисе или потенциальных коллегах. Некомфортное ощущение в ходе общения на камеру. Однако 39% опрошенных признались, формат диалога не имеет для них особого значения. По артериям жизни в городе продолжается обновление дорожного полотна. Накануне свежий асфальт положили на втором путейском переулке по улицам Розы Люксембург и Марии Бобровой. В микрорайоне Еловике сотрудники ИДЭП грейдировали участки дорог. Новая пешеходная дорожка появляется и на Пролетарской. Там работники ЖКХ укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюрный камень. Вместе со стандартными кирпичиками для удобства людей с ограниченными возможностями используется тактильный материал. Как водитель меня, конечно, радуют дороги. Это в первую очередь. Когда я как пешеход, мне нравятся новые тротуарные дорожки, опять же, это все. Преображение города идет в плане укладки плитки, да, это вот можно отметить. Чистота города можно отметить. Ну, вот такие моменты есть. Кафешечки, атмосфера это придает. Все нравится, все красиво. Улицы, сквер, который сейчас делают на улице Урицкого, тоже замечательно. Тротуары, дорогу ложат на Георгиевском проспекте. Сейчас оттуда приехала. Очень хорошо, молодцы, что благоустраивают. Новые дороги красивые. Пощадки игровые. Пощадки игровые. Дома новые строят. 23 мая специалисты дорожно-строительного отреста номер 3 начали фрезеровать старое покрытие на проспекте Георгиевском. Всего в планах на 2024-й 30 участков, где по результатам осеннего осмотра запланирован ремонт. Правда, список может корректироваться из-за разных факторов, таких как погода, источники финансирования, скорость и качество работ. Одаренная молодежь. В Беларуси создана разветвленная система социальной поддержки юных граждан. Ребята, которые имеют достижения в учебе, спорте, общественной деятельности, могут претендовать на различные предоставления. Такая возможность выпала ученику детской школы искусств номер 1. С уникальным мальчиком пообщалась Елизавета Житкова. Свой музыкальный путь Матвей Найдун начал 8 лет назад, когда ему было всего 7. Подросток профессионально занимается в направлениях классической и акустической гитары. Недавно влёкся фингерстайлом. Последнюю награду привёз из Лиды с 10-го республиканского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах, где собираются лучшие музыканты. Одарённый юноша участвовал в нём с 2018 года. Третья попытка подарила первое место. Сейчас бобручанин претендует на президентскую премию. В перспективе, наверное, продолжить обучение, достигнуть больших высот. Это естественно. Но конкурс стал ступенькой для карьерного роста, так сказать. Подготовка к конкурсу началась ещё в октябре. Протокол состязаний обязывал соблюдать тематику произведений от старинных до современных репертуаров. Учитывались слабые и сильные стороны. Матвей Найдун в финале столкнулся с пятью сильнейшими участниками. Выжил возможности на максимум и вышел со сцены первым. Во многом здесь заслуга и педагога. Ребёнок, когда приходит в музыкальную школу, мы смотрим. Легко ему с этим. Тяжело. Вот в данном случае легко. Ему нравится. С большей вероятностью, что всё получится. У него получилось. Начинали мы с полифонии. Это миминорная сюита Вайса. Две части. Сарбанда и мизет. Одна была такая более кантиленная, а вторая такая более подвижная. Вот, кстати, именно вот эта вот полифония подбиралась именно под Матвея. Тандем «Ученик-учитель» стал в этом случае выигрышным. Вместе исправляли ошибки, изучали не только новые произведения. Справлялись со стрессом, вырабатывали выдержку, волю в характере, терпение. Не последнее место в истории у родителей. От школьного, городского до областного и республиканского туров всегда рядом мама и папа, сестра. Как-то мы ехали с дачи, я говорю, давайте попробуем, пусть прослушают. Потому что это полезно не для того, чтобы научиться играть в музыкальном инструменте, а для общего развития просто полезно. И мы заехали в музыкальную школу, прослушали, сказали, приходите учиться. Матвея в музыке, по-моему, с первых минут сразу все получалось. Гордость ей, в том числе и за город Бобрусь, потому что он единственный оказался. Его знают. Я возила его на награждение. И подходили люди, узнавали и хвалили его. Матвея поддерживали, наверное, с самого детства. Все, кто только можно, чем только можно, когда он начал заниматься музыкой, то тут привлекались и бабушки, и дедушки. Всем огромное спасибо, потому что они просто неимоверную поддержку оказали нашему сыну в его процессе образования. В дальнейшем Матвей Найдун планирует поступить в колледж и связать свою жизнь с музыкой. На будущее у мальчика амбициозные планы. Елизавета Житкова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Время изучить меню. До третьего гастрономического фестиваля остается меньше недели. С 29 мая участники смогут оценить вкус, качество подачи. Смакфест подарит возможность отправиться в гастротур по городу прошлых лет. Блюдо с фиксированной стоимостью в продаже по 12 июня. Цена 39 рублей 90 копеек. Большинство сетов весом более килограмма. С подробным перечнем участников заведения общественного питания можно ознакомиться на сайте В рамках фестиваля Смакфест будут разыгрываться призы. Это билеты на аттракционы городского парка культуры и отдыха и призы от самих участников заведения. Все новости, вся информация, все события третьего городского фестиваля Смакфест Жители и гости города Бобруйска могут проследить в наших местных средствах массовой информации через официальный сайт Бобруйского горисполкома. Пикантные крылышки, драники с грибами, селедочка в масле. Участниками вкусного события разработаны сеты с тематикой, приуроченной к столетию образования органов торговли. Акцент на меню прошлых лет. Организован гастрофест при информационном сопровождении Бобруйск Медиа. Информационная война с победой. Почему нельзя позволить переписывать историю, что бы сказал родной дед первого лица Украины своему внуку, и как за короткий срок можно утратить абсолютно все моральные ценности и превратиться в нациста. Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова